здравствуйте дорогие зрители с вами канал телеклуба ксана гетман и мы говорим о втором выпуске пост-шоу проекта холостяк как выйти замуж и тема выпуска звучит ужасно насколько приемлемым есть жизнь мужчины на две семьи то не насколько среди экспертов нас как всегда рифней и жиль и жиль ветра но с нами оля цибульская которая изменила своему мужу еще до свадьбы и в этом призналась а вы мне как всегда напишите в комментариях за какую холостячку вы болеете тема пост-шоу связано с тем что заливака сделал два дома для холостячек и в реальной жизни это конечно ужасно но как для женщин которые пытаются раскрутить свой бренд стать знаменитыми лучше чем просто вылететь на первой встрече что тебя даже не покажут лучше все-таки пожить на два дома и ни о какой любви речи не может быть первой на диван пришла дарья ставнична которая поделилась своим опытом измен и встречаний с мусульманином который ей изменял я категорически против популяризации жизни на два дома популяризации измен тем более с мужской стороны и я против дискриминации как будто изменяют только мужчины изменять могут и женщины и хватит говорить только о мужской измене это как будто подталкивает их изменять во второй части поднимали вопрос о том что у женщины которая встречается с мужчиной который имеет отношения с несколькими женщинами всего лишь две возможные роли это так которые изменяют и так с которой изменяют и поэтому на диван пригласили аллочку которая имеет опыт быть любовницей раз просили у нее как это ней быть и я сразу отвечу за нее ужасно любовница это всегда второе место жена всегда главнее и точно так же и в отношении мужа и любовника имейте в виду если вы любовница вы всегда вторая вас это вообще устраивает быть у кого-то второй ну как вообще такая красавица которая может выбрать ну практически любого там же толпы кавалеров выбирает женатого ну разве что запретный плод сладок ну и конечно же кто еще пойдет на проект холостяк та девочка которая чувствует нехватку мужского внимания которая согласна на такую конкурентную роль которая имела например много сестер или с мамой конкурировала за папу или вообще папы не имела точно также и с ролью любовницы это практически одно и то же а ваше мнение по этому поводу какое и тема сегодня как выжить в женской конкуренции а вы напишите мне в комментариях кто из этих конкуренток женщин вам нравится больше всего естественно из проекта холостяк что мне нравится в этом сезоне холостяка так это то что девочки сами уходят с поля боя это так не традиционно для этого проекта очень очень милой на шоу пришла челка элитка с новой челкой вызвали значит настю потому что она сбежала с страха и она сожалея о том что она прошлом была порно актриса вышла в таком наряде но это можно просто дать оскар за этот наряд только одевать его нужно не в люди рядом с мужчиной со своим наедине но костюмчик шикарен как-то не очень похоже чтобы она сожалела о своем интимном прошлом михаил кстати записал для насти видео обращение даже сделал им маленький подарочек а именно букет роз лола так завидовала во время этого видео обращения ну и на диван пригласили лолу она конечно же очень яркий персонаж жалко что она ушла смотреть на нее было потешно а тема у нас женская конкуренция и вышла на сцену лола села на диванчик показали сюжет ее ухода с проекта и как она не может и не могла быть на проекте без своей подруги алисы лола за кадром назвала девочек шкурами когда они этого не слышали и с каким же гневом и злостью набросилась на нее жена ступки аргументируя это тем что шкуры это проститутки и это огромное оскорбление но давайте посудим справедливо лола называла девочек за глаза так а девочки и гнобили прям в живую при ней обсуждали и пускай шепотом но говорили про о ней гадости и она не смогла им дать отпор при них это единственное как она смогла выкрутиться это обозвать их пока они этого не слышат да это признак слабости но а как бы вы себя чувствовали в ситуации когда вокруг вокруг много девочек которые могут навредить вам даже и физически потому что были угрозы однажды девочка хотела устроить темную как бы вы поступили а вы напишите мне в комментариях какая девочка вам нравится больше всего